Август порадовал красноярцев теплой погодой, но уже в конце летнего месяца в Красноярск пришла осень и встретила горожан дождями и прохладой. Когда ждать первых заморозков, знает моя коллега Ариана Тимпелина, она на улице, на прямую связь со студией. Арина, привет! Какая там погода? И чем нас порадует сентябрь, если вообще порадует? Даша, привет! Добрый вечер, зрители! Мы прямо сейчас находимся на улице и видели, мне кажется, уже все погодные условия. За несколько минут буквально небо потемнело, начался дождь и град. И сразу скажу, дальше радоваться не стоит. Можно уже потихоньку доставать пальто, шарфы и, конечно, зонты. Осень в Красноярске наступила еще в последние дни лета. Тогда столбики термометра стали опускаться и днем, и ночью. Шли дожди и грозы. По данным гидромедцентра, прохлада и дожди будут сопровождать красноярцев весь месяц. Первую декаду сентября ожидаем дожди каждый день. Средняя температура воздуха днем будет 10-11 градусов. Во второй декаде от 11 до 16 градусов тепла. Но уже в конце сентября в Красноярск придут заморозки. Днем плюс 5, плюс 10. Ночью до минус 1, минус 3 градусов. Что касается первой сентябрьской недели, то уже завтра, 3 сентября, в Красноярске небольшой дождь. Днем 13 градусов и 8 ночью. В среду, 4 сентября, плюс 15. Осадки продолжатся. К середине недели потеплеет. 5 сентября, плюс 17. Небольшой дождь. Пятница будет самым жарким днем. До 19 градусов, без осадков. Ночью до плюс 10. В субботу, 7 сентября, днем 17 градусов. Облачно с прояснениями. Возможен дождь. В воскресенье осадки продолжатся. До 15 градусов. Днем и до плюс 10 ночью. Что касается бабьего лета, то, по словам синоптиков, его в ближайшее время ждать не стоит. Хотя подписчики ТВК в социальных сетях делятся. Соцветия цветут второй раз за сезон из-за благоприятной погоды. У кого гигантские огурцы, у кого жарки распустились. Такое чудо увиделся. Не поленился, остановился. Это что, по второму разу жарки уже начали свисти. Представляете, это что за лето такое? Жарки пошли. Все, по второму разу. Они всегда только весной и упирал. Вот вам, пожалуйста, жарочки. Да красивые. Ариана, а что говорят в МЧС? Есть ли какие-то риски чрезвычайных ситуаций? Может быть, заморозки уже возможны? По данным МЧС, в сентябре ожидается увеличение количества пожаров из-за снижения температур. Основной причиной остается неосторожное обращение с огнем. Также спасатели напоминают о том, что начался сезон сбора грибов и ягод. Поэтому просят тщательно планировать поход в лес. Статистики чаще всего теряются люди пожилого возраста. Поэтому каждый раз, когда вы собираетесь в лес, продумывайте свой маршрут. Даже если вы много лет ходили в этот лес, обязательно необходимо предупредить своих близких о том, куда вы идете и когда планируете вернуться. Не забывайте правильно экипироваться в лес. Надевайте одежду ярких цветов, которая будет заметна в лесном массиве. С собой возьмите запас еды и воды на пару дней. Необходимое лекарство, а также полностью заряженный телефон или рацию. Также, по словам специалистов, из-за дождей в сентябре возможны аварии на дорогах. Водителей просят чаще гулять на свежем воздухе для сохранения концентрации и внимания. Ариана, все-таки что-то с заморозками известно. И когда отопительный сезон стартует, когда появится тепло в домах? Даша, пока точных дат начала отопительного сезона нет. В департаменте городского хозяйства сегодня начали мониторинг прогноза погоды для включения отопления. Тепло вернется в квартиры горожан тогда, когда среднесуточная температура будет ниже плюс 8 градусов на протяжении пяти суток подряд. Обычно этот период наступает в районе 15 сентября, иногда чуть раньше, иногда чуть позже. Отопительный сезон начался в прошлом году, 25 сентября. В этом году, по данным Яндекс.Погоды, холода придут в Красноярск 17 сентября. Одевайтесь теплее и не забудьте взять зонтики. Даша, на этом у меня все. Продолжение следует...